Продолжение следует... ...в которой мы находимся. Только какие-то ячеечки этой матрицы могут быть удобные для нас. И какие-то не слишком удобные. Допустим, на севере, вот частичка матрицы северный, круг Заполярья, то там холодно, и там человеку не слишком удобно. И каждый человек из Заполярья спешит поехать. Один раз в год хотя бы на юг, чтобы там испытать на себе красоты жаркой матрицы. Конечно, это всегда только на один раз. То есть человек, который привык жить в средней полосе или на севере, он всё-таки предпочитает вернуться в свои пенаты. Там ему удобно, там ему комфортно и там ему понятно. Ведь для каждого наша с вами матрица, она очень даже подходит. Мы так думаем. Мы выбираем для себя свои матрицы. А уже как они действуют на нас... Вот посмотрите сейчас. Я сижу на пляже. Семь часов утра. Обычно в это время солнце уже вовсю палит и довольно-таки жарко. Но это когда? В июле, да. В начале августа, да. Но сегодня ещё, в принципе, 6 августа. Сегодня не так много прошло от августовских дней. Однако уже чувствуется осень-то близко на подходе. И вот в это время, когда облака закрывает солнце, люди не выходят к берегу, не купаются. Обычно рано-рано, в 5 уже утра, в 5.30 могут прийти люди. Но в 6-то точно приходят и начинают купаться любители. А сейчас не очень. Потому что всё-таки вот эта хмурая погода, она на нас очень сильно действует. Хмурая погода, которая хмурит и наше с вами настроение. Вот вы проснулись сегодня, воскресенье. Вы выходите на кухню, где собирается вся семья. Улыбнитесь. Улыбнитесь и скажите «Доброе утро, моя любимая семья». А иначе как? От погоды зависит многое. Но когда вы приходите на кухню, вы включаете свой внутренний термостат и улыбаетесь, и говорите «Хорошая, добрая слова». Конечно, у каждого накопилось. Знаете, у каждого накопилось какой-то злости, какого-то недовольства с жизнью. И в первую очередь самими собой. Вот это нужно понимать, что вы, когда недовольны, в первую очередь, вся беда-то в вас самих. В вас самих кроется тот самый червяк, который пожирает вас изнутри. И чем больше у вас плохих мыслей, тем меньше вашего здоровья, и тем меньше хочется вам улыбаться, и тем больше хочется вам говорить гадости и делать людям гадостей. Вот это делание гадостей людям, оно исходит изнутри. Ведь не каждый человек пойдет на гадости. А у кого говнецо так кипит внутри от неудовлетворенности собственным рождением на нашей земле, вот тогда он бежит и делает гадости, расстреливает людей и подсыпает яду в пищу. Это потому, что червячок-то родился вместе с вами. И именно вы виноваты в том, что ваша жизнь вот такая не складывается. Вы же недовольны жизнью, нет? А если вы недовольны жизнью, то вы должны понимать, что все в ваших руках. Если у вас дегенеративные мысли, дегенеративное восприятие жизни, мозг дегенеративный, но вы этого не понимаете, я не знаю, что это не оскорбление. Дегенерация, дегенерация – это, знаете, ослабление умственных способностей. Вы проверьте себя на то, как можете вы изучать языки или не можете. У вас не получается, значит, это дегенерация мозга. Вы проверьте себя на смекалку, на быструю реакцию, когда с вами разговаривают люди. Если не получается, то, значит, все-таки у вас дегенерация. А дегенерация мозга, она бывает разная. И в том-то и дело, друзья, что все наши поступки в нашей жизни зависят от нас, от нас самих. Именно мы являемся заказчиками своей собственной судьбы. Именно мы. Мы себе ставим препятствия. Мы себе в мозгу, в своих мыслях ставим препятствия тем событиям, которые могут произойти. Вот есть хороший план, о котором нужно подумать, вот сделать бы или устроиться бы, да, на работу. Что кому-то куда-то хочется на работу устраиваться. И хорошо бы. Да только меня не возьмут. Ведь я хуже всех. Ведь я этого не знаю, этого не знаю. Но я ничего не знаю. Ну вот не знаю я. Это говорит дегенерация. Это говорит неуверенность в себе. Но это ваши проблемы. Нет-нет, друзья, ни на кого не кивайте головой. Это личные ваши проблемы. Вам так хочется. И именно поэтому вы не верите себе. Вы не идете и не ищете лучших мест в своей жизни. Вы удовлетворяетесь вот той самой тухлятиной в консервах, которая и вам-то самим неприятна. Но вы понимаете, что вы лучшей жизни недостойны. А кто достоин лучшей жизни? Для себя нужно всегда давать ответы. задать вопрос и пытаться на этот вопрос отвечать самому себе, чтобы было понятно, а кто же все-таки достоин лучшей жизни, чем вы. И не воровством здесь нужно зарабатывать, а мозгами, своим умом, своим мышлением, своим восприятием жизни. Воровать легко, но для этого и есть судьба вора. Это нечто другое. Допустим, вы можете своровать дом, вы можете своровать золотой слиток, вы можете своровать десять колец. От этого ваша жизнь счастливее не станет. Внутри себя вы будете осознавать, что вы в принципе ничтожество. И вот это осознание ничтожества, это и есть тот червячок, который живет у вас и разрушает вашу жизнь. Для того, чтобы избавиться от червячка, надо сбрасывать себя осознание ничтожества. А осознание ничтожества не может само по себе сброситься, как бы вы себе не твердили. Я халва, я халва, я халва. Нет. Только действиями. Вот когда вы будете действовать, действуйте вперед, действуйте. Верните все обратно, в обратную сторону. Верните дом, верните кольца. Вы скажете, ну да, я дурак, я верну этот дом и эти кольца. Но это же поступок, который повлечет за собой ваше внутреннее сознание и избавление от червяка, который ведет вас неименуемо к смерти. Ваша смерть будет гнилая, потому что гнить заставит вас червяк изнутри, червяк собственного осознания, ничтожества. Стремитесь вдаль, ввысь, сбрасывайте себе дегенерацию пошлости. Я Таня Карацова Сеидбургхан, 6 августа 2023 года. Сеидбургхан. Сеидбургхан и Саидбургхан. Сеидбургхан. Продолжение следует...